Наш ongoing, нашу длинную компанию по ЭНО и Вестники Бури сегодня будут дальше разбирать, на что они ввязались. Какие у нас анонсы? Анонсы у нас, как всегда, одинаковые. Первым же делом это... Даша, давай. Где песня, Макс? Костикон! Три, два, один, давай! Ты, ты, ты... Уже месяц, я не знаю, что делать! Я сейчас так скромно! Костикон, Костикон, когда же он будет? А я не знаю, но знает кто, Виталий Монн! Это что-то написалось, и смелый приговор, точно. Даши больше не будут на стримах, и я... Да, на самом деле, 10-го, 12-го мая у нас в городе Утгороде наш маленький конвент слэш-митап, где мы будем вести воркшопы, приедут гости, которые проведут лекции, мы поиграем в разные системы, поиграем в одну эпичную игру, и проведем наш даже фритокс с Q&A на этом мероприятии, и будет автопати для подписчиков этого канала! Вся инфа уже постепенно будет сейчас появляться в наших соцсетях ВКонтакте и на Фейсбуке. У нас есть уже группа ивента, заходите туда, регистрируйтесь, начинайте полуид там, и есть ссылочка, которая тут в Дискорде всегда прыгает, она про регистрацию. Так вот, да, так что приезжайте в гости. Что у нас еще такого? У нас в воскресенье воздавляется вампир. Ваня, давай шею! Да. Беременный Ваня. Он попал. Так что вот такие вот дела. Он же не играет в вампиров, значит он смертный, значит ему можно кушать. Он же не играет. Вот что он этот, оборотень, про которого ты еще не знаешь! Оборот, не существует. Мы их не существуем, да. Такие вот дела. Так, подписывайтесь на наши соцсети, ребята, кто первый раз только пришел или догнал, добро пожаловать на наш стрим. У нас, как и всегда, работает система доната. Донат у нас уходит 100% на нашу студию. Никуда нам ни в карман, ничего. Пока что я не смог себя кумбить в Ламборджини, но уже очень готовлюсь к уступу. И на брекеты мне денег не выделяю. Да, и убежим с этими деньгами. На самом деле, мы собираем сейчас на студийную камеру для того, чтобы наконец-то настольные ролевые игры в нашем русском сегменте показались уже на уровне со всеми западными каналами, чтобы мы выглядели красиво, чтобы видно было, например, мой прыщ под моим левым глазом, который вы сейчас не видите. Где, где? А, с HD камерой будет собираем. Так что, да, весь, на самом деле, донат идет на улучшение качества этого контента, который мы тут делаем, и больше возможностей с лучшей техникой у нас будет, значит, больше контента и лучше форматы. А я анонсю или я не анонсю? Ты еще ничего не анонсишь. Мы тебе скажем, когда можно анонсить. Ты сегодня уже в этом, в уголке, Дарья, после своей выходки. Нет, знаешь что? Ты всегда можешь на Костякон добавить еще одно мероприятие, когда такая бочка с водой, это сидушка, и все кидают мячики, типа, чтобы... Приезжайте, чтобы Дашу покупать чуть-чуть. Это, на самом деле, хорошая идея, Дарья сама предложила, так что... Можете донатить даже на это, мы, может, соберем... Но футболки будут, футболка будет не белая. Стоп, мы даже сделаем... Давайте часть доната мы будем использовать для того, чтобы построить этот механизм. Окей? То есть, это тоже неплохо вовсе. Окей. Я реабилитировалась? Да, все, можно, все, отлично. Так что, да, донат работает. Донат работает следующим образом. У каждого из наших персонажей есть маленькая шкала, которая им позволяет перекидывать кубики. В некоторых моментах, когда уже все прижало, и кубы раком летают, как, например, в позапрошлой игре, когда все вот так вот шло. Да, Денис? Денис, особенно кубики летают у тебя. Ты знаешь, на самом деле, у тебя есть поклонники в интернете. Я не забыл тебе сказать это. У тебя есть поклонники в интернете, которые вычисляют твой метод, как ты кидаешь кубики. Кто написал? Слушайте, он левша, но он кидает в правую сторону. Что это такое? Я использую эффект кориолиза просто. Подкручивая в сторону вращения земли, чтобы гравитация и центробежная сила помогла для более лучшего результата. Мы бы еще не скажем, Влад. Мы бы еще не скажем, Влад. Получный подход. Четыре есть. Еще можно так сделать. Девять! Было бы лучше, если бы ты двадцать руководил. Немного, как это, спайси... Спайси ролл. Спайси ролл. Окей, ребят, на самом деле вот так вот все работает. Давайте будем потихонечку начинать и начнем наше приключение. Девчонечку. Привет! Продолжение следует... 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 Скажем так, оно накладывает заклинание. Заклинание усмирения. Ты не можешь противостоять своему хозяину. Эти цепи в данный момент принадлежат мне. И вы свободны до тех пор, пока вас кто-то не купит. Так называемое магическое слово не скажут. С того момента вы принадлежите другому. Она показывает тебе замок. Тебе не тяжело это выучить с твоим прошлым. А ты понимаешь, как можно выбраться. Достаточно не тяжело. Она еще другого объясняет второе. Она вновь вынимает свой синий камень. И она объясняет тебе, что вы очень аккуратно смотрите, как вы заходите в этот торговый зал, скажем так. Каждый будет проверять, есть ли на вас какое-то магическое заклинание. Что-то, если кто-то вас заворожил, как вас сразу вас заметят. И местные глаз бури, которые смотрят за этим, они снимут это заклинание и вас не пустят в общий зал. Как насчет вещей, которые на нас? Это нужно будет вам отдать мне. Рабы не ходят с блестящими вещами, как у вас. И мы не слепые. Мы знаем, что некоторые из ваших вещей она смотрит так одним глазом на твои наручи, смотрит на тебя, может, ты какое-то время, иногда вынимал, когда меч, знаешь, пока смотрел. Смотрит на плащ, смотрит на разные вещи, просто на скеметар, на твою необычную форму твоего лука. И говорит, мы, конечно, давно живем под землей, но мы вовсе не глупые. Она показывает на сумку, бездонная сумка, которую она носит с собой. Я бы вам советовала это все поставить ко мне. Я приберегу этого. Проницательно. У меня вопрос. Карманное измерение – это заклинание? Карманное измерение – такого нету заклинания. Есть заклинание, трюк с веревкой. В плане, если она засунет свою меч сюда, куда она ее засывает. Это видно, не видно, то есть могут ли это снять, могут ли это просканить. Просканить этим синим. А, в карманное измерение они будут видеть, что у нее есть магическая сумка. Ну, значит, у него оружие договора они не увидят. А, ну, блин. Она смотрит на тебя и понимает, что у тебя та же штука. То есть твое оружие не видно там. Так давайте мы ему скинемся. А я не могу, только свое. А, ты не можешь свое. Вы отдаете им пример, что будет делать Патрик и Пись в это время? И Ольда. И Ольда. Патрик-человек. Они все. Патрик-человек, да. Ольда-человек. Ольда-человек. Ольда-юнти. 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 Она бы прибрегла для вас это все. У вас есть несколько моментов первым же делом. Так, чтобы мы уточнили. Патрик из самого-самого востока. То есть он внешний отличается намного от марокийца. Марокийцы все пепельного цвета. Они более жилистые и высокие. Патрик это среднестатистический такой, скажем так, смугловатый мужчина с лысиной, который так вот под 50 ему уже начинает стукать. И он так, ну, не самый. А Патрик это, ну, пацан как бы. Пись. О, пись, да. Что вы хотели бы? Я бы хотел спросить у Митрии, или она пойдет с нами тоже в цепях, или она будет скрываться, как она умеет. Окей. Она... Как ты бы хотел, царь? Так как ты уже сказала, что отправляешься с нами, давай, как и мы. Надевай цепи. Она такая... Она осматривает их. Она такая... Давай, попробуем. Я смотрю всем в глаза, пытаюсь сливить какой-то взгляд, возможно, кто-то хочет какой-то взгляд недопонимания. Один сплошной взгляд непонимания. Я когда вижу все эти взгляды, я сжигаю ячейку для того, чтобы сделать магическую связь Рерри. То есть, чтобы это не было ритуалом, там, 15 минут образно, чтобы сразу мы начали слышать друг друга, в том числе и Митрию, и Патрика, и Ольду. Ну, не Удришей. Не Удришей. Окей, окей. Вы соединяете свое сознание. И первое, что влетает туда, это белая сука. Митрия кидает тебе взгляд, такое недопонимание. И знаешь, когда маленький ребенок опять что-то разлил, она так чуть хмыкает и улыбается, дальше смотрит куда-то вдали, готовится точно так же. Ну, прошло сколько дней? Пять дней прошло. Пять дней. Ну, в первый день Митрия проводила свои ритуалы, да, когда я это заметила. Потом мы ходили, типа, маскировать корабль. Где-то в это время, после, ну, может быть, вечером возле костра, когда практически никого нету или все заняты чем-то другим, я подхожу к Заре и говорю. Слушай, крылатый, скажи, пожалуйста, одну вещь. А твоя... вот эта вот метка или что это такое? Метка? Ты не знаешь? На чем ты говоришь? Я ему пытаюсь описать, как выглядит вот, ну, все, что я видела. Да, и как выглядит, что есть какая-то то ли печать, то ли метка, то ли что. Ну, тебя описывает то, что под твоей татуировкой лиса, еще скрывается что-то посредине. Как будто она что-то видела, как будто там что-то светилось, когда Митрия трогала твой спин. Не хочешь проверить? Интересно. Ты это слышишь между делами? Да, я там где-то в кустах делаю вид, что мне неинтересно слушать обо всем, что касается Заре, я там вообще просто мимо поговорила. На данный момент Митрия, она видит это или она... А если та хочет говорить это перед ней, это, я так понимаю, между нами разговор. Да, это как раз, да, это между нами разговор. Это сразу такая... Печать, и на что она была похожа? Ну, я тебе описываю, что где-то со средины, ну, то есть сначала шей, шейных позвонков вниз, вдоль, до этого, до спины, между лопаток есть нечто такое вкруг. Вот, а дальше, ну, прости, с моей... Этого я чистого взгляда попался. Хочешь, можем спросить Кшаха? Может, он что-то знает об этом? Я бы хотел бросить на историю по писанию Татхи, представить себе, что это может быть, и где я такое мог видеть, и вообще хоть... Окей, гиди на историю. Сила в тебе, Каспорт. Шестнадцать. Шестнадцать, да. Что несёт? Что несёт? Мутки, секретные сюжетные вещи. Что... Что происходит? Ой, там очень много всего... Ой, 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 он не запомнит. Каспорт, скажи мне, что я передам, как плохо быть глухой. Так, я думаю, у нас вообще абсолютно нет времени этим заниматься. Мы сейчас должны отправиться в Форт Руд, поэтому... Хорошо, ну так и не забудь. Хорошо, спасибо. Я считаю, я считаю, что он знает о чём он, то есть всё нормально, всё как должно быть, и я иду продолжать, там не знаю, где-то нахожу Ольду, дальше разговариваю с ней по поводу... Корабля. Да, по поводу вождения кораблями и всего тому подобного. Я понял. Хорошо. Всё нормально, займёкся этим, боже, в смысле? Какая-то белая баба пришла, ставила печать и... Кшах? Кшах ты где? Кшах! Единственное, что если бы вас искали, вас бы выдала и рта. Как она постоянно что-то орёт, что-то непонятное. Может привлечь внимание, может нет, но ты уже это давным-давно знаешь, как ты больше всего проводил времени с ней. Я предполагаю, что это, наверное, она снова пытается сделать что-то со своим рогом и как-то так. Шах, рога уже в прошлом. Когда вы встречаетесь на улице, не в логове, на улице дует ветер, вы видите это ещё так же, что видно, что в этом регионе проходят иногда штормы. Это где-то происходит на четвёртый день, и вы понимаете, что Изин на самом деле выжидала в какой-то момент путь, когда этих бурь будет меньше, для того, чтобы провести свой маленький караван обратно в это место. Вы стоите на улице, дует ветер, жарко на улице, реально, и красный песок просто дует вокруг вас. Вы стоите, и ваши, просто в вашей деянии... Шах, две вещи. Одна, которая заботит меня, возможно, сейчас больше, кое-кого чуть меньше. У Зария, возможно, на спине есть какая-то печать от Митрии. Мне нужно знать, что это за печать. И мы с тобой можем об этом договориться. Моё лицо расплывается в улыбке. Договориться. Да, я думаю, мы сможем что-то сделать для этого. Я посижу, полистаю сегодня свою книжку перед сном. Да, что, собственно, вторая вещь? То, что было на корабле, то, что видел ты, то, что видела я, то, что стало результатом нашей смерти в Агре. Знаешь, что меня ещё заботит больше этого? Видел ли это кто-то ещё, кроме нас? И знает ли кто-то об этом ещё? Я так понимаю, у тебя тот же договор, что и у меня. Ну, наверное, да. Кто? Я не знаю ещё. Я знаю, что кто-то. А я, к сожалению, знаю кто. И до тех пор, пока мне не пришлось ничего сделать с этим, с этим чёртовым договором, я бы хотела внести кое-какую ясность в отношения с этим человеком. Поэтому, пожалуйста, узнай, что это за печать. А я хочу подойти чуть поближе к карите. Это ведь не я, надеюсь. Какой же ты крупный. А я там просто уходил. Ты как уходишь, спускаешься вниз. Кшак, ты стоишь на улице, раздувает ветер. На улице жара, реально. Песок дует, ты чувствуешь, как он скрипит у тебя по зубам. Постепенно под солнцем, на западе, появляется колоссальный объект. Он огромный, огромнейший. Он простирается над грядой. Ты смотришь на него, чувствуешь, как будто время замерло. Оно настолько большое, оно двигается, двигается воздух вокруг него. Потом он пропадает. Начинает дуть ветер дальше. Я видел, в какую сторону он двигался. Он двигался, такое было ощущение, как будто дальше на запад. На запад. Окей. Я стою, наверное, какое-то время, думаю еще о том, что мне сказало Аятта. И просто спускаюсь обратно в убежище, там, где тепло. А я бы хотел, если у нас еще есть какое-то время, или это ретроспективно. Да, все, все, все. Я понимаю, что вот буря немножко стала сильнее. Я бы хотел вот выйти на улицу и попробовать именно вот вылезти на какую-то скалу. И попробовать прочувствовать вот эту бурю, этот ветер. Возможно, знаешь, там, какой-то тайчи поделать наверху этой скалы. Прочувствовать, возможно, какая-то связь наручей с ветром. И вот это все. Ты поднимаешься наверх, на скалу. Это происходит где-то уже в последние дни, когда ты уже физически чуть, уже себя лучше чувствуешь. Ты поднимаешься наверх. Ты чувствуешь, как горячий воздух начинает обжигать твое лицо. Ты чуть прикрываешься для того, чтобы оно тебе просто не несло ни с чего глаза. Ты оголяешь руки для того, чтобы этот ветер попадал вот наручи. После какого-то момента ты чувствуешь, что ветер начинает все сильнее и сильнее дуть. Ты практикуешься какое-то время. Иди, пожалуйста, приехал наруч. Ты проводишь время в понимании того, что это. Как работают эти наручи. Тебе приходит маленькое понимание о том, что явно, что эти наручи как-то напрямую связаны с ветром, с тем, что происходит вокруг. Пока что ничего с ними не происходит. Но ты уверен, что есть что-то внутри. Такое, что как будто в какой-то момент спокойствия и шторма, ты чувствуешь, что внутри этих наручей что-то таится еще. Что ждет только, чтобы его открыли вновь. Еще кто-то хочет что-то сделать за эти пять дней? Я бы хотел вылезть тоже туда наверх. Окей. Посмотреть через бурю. Увидеть Каспар и подняться к нему. Окей, окей. Окей, вы все наверху там. Окей. Ты в какой-то момент, когда ты уже останавливаешь свою практику, ты, знаешь, дожидаешься его. Ты видишь, как он там практикуется. В какой-то момент ты начинаешь подниматься к нему на эту скалу. Я такой поднимаюсь, вижу он там. Подхожу к нему. Говорю, Каспар, есть минута? Для тебя, конечно. Я вижу, как ты смотришь на Митрию. Послушай, я думаю, нет причин ей не доверять. Я ее давно очень знаю. И поверь, она мне как родная. Поэтому доверься ей тоже, как и мне. Я смотрю на Заре. Я попытаюсь. Еще одно. Ты думаешь, эта идея с этими цепями, ты думаешь, у нас все получится? Похоже, у нас не особо есть выбор. Я надеюсь. А там как получится? Еще этот охотник. Еще какие-то люди султана. Мы должны быть готовы. У нас не будет ни оружия, ничего. Не нравится мне все это. Твое оружие, насколько я понимаю, всегда при тебе. Да и мое тоже. Хорошо. Если что, будем действовать, как всегда. Ну, эти пару дней я пытаюсь... Во-первых, я хочу поговорить с удришами о их истории. Ну, вообще о истории. То есть, не как они появились. То есть, я знаю, я слышала. Вот именно в этом плане, типа, рассказать им, что я слышала. Типа, типа, чтобы они исправили что-то, что не так. Ну, короче, чтобы они рассказали свою историю. И я активно пытаюсь заставить кота ходить по второму плану. И все. Ну, то есть... Окей. Чтобы он пробовал. Да. Чтобы он пробовал, да. Окей, окей. Дрессировкой занимаюсь. Он может перетаскивать вещи на том плане. Окей. А киньи, пожалуйста, уход за животными. А я бы спать там... Бери, бери. Ты хочешь, 10-20. 19-20. 19-20. Уже получается более-менее на команду. Ну, еще он недостаточно, ну, скажем так, еще взрослый для того, чтобы полностью мог быть там какое-то время. И он выскакивает через несколько секунд обратно. Ну, ты уже почти на 50%, что он сможет прыгнуть обратно. Ты что-то хотела с Патриком жить? Я подхожу к Патрику такая, ковыряя его волосы. Патрик, а ты не мог бы... У тебя нет случайно какого-то там запасного карманного измерения? Это Патрик. Да, это... Патрик такой, у меня нет никаких карманных измерений. Зачем ты меня в прошлый раз позвала, а потом ушла? Ну, я... Ну, ладно, я взрослый мужчина. Это была шутка. Типа, я пойду, у меня там куча дел. Патрик, ну, подожди, ну, просто смотри, в чем фишка? Может, ты не в курсе, но мы будем все в кандалах, как бы... Я не иду с вами, я буду в корабле. А вы очень высоко в корабле будете, да? Нет, мы будем замаскированно в корабле сидеть. Вот тут? Да. Черт! Соль. Ну, да. Окей. И письмо. У нас есть заклинание, я к шагу отошлю. Если вам нужно будет, мы попробуем прилететь как-то, может, не знаю. Ну, хорошо, Патрик. Быстрым шагом. Но все равно, у меня все еще тот вопрос. Может, у тебя есть какое-то супер-мега-модное карманное? Или не карманное? Ты можешь отправить оружие в какое-то безопасное место, а потом мы по рейре такие, Патрик, Патрик, и ты такой, флюп, и у меня опять мой скеметар. Ты замечаешь, что ты уже говоришь с пустой комнаты, как Патрик уже давным-давно ушел. Я бы за это время хотел бы немножко изменить не концентрацию, а настройку на предметы, которые у меня есть. Я хочу снять кольцо, которое у меня есть. Оно на мне пусть будет, просто не настроено. И вместо этого настроиться на мантию звезд. И мантия звезд позволяет мне действием переходить в астральный план. И я могу там быть до тех пор, пока не вернусь. Ты вернешься туда же, откуда ты зашел. А, да? Окей. Я это протестировал, предполагаю, перед тем, как... Да, да. И ты туда не можешь носить свою астру. Почему? Которая тоже мантия. У меня мантия и плащ. Не плащ, а мантия и... Я понял, 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 понял. Да, это ру. Да. Окей. Если мы ничего больше не делаем за эти пять дней... Ты так на меня смотришь, как будто бы я должна была что-то сделать и забыла. Нет, я смотрю на вас, чтобы мы двигались дальше. Если вы хотите, я вам отошлю историю всех, еще что-то, если вам какая-то информация нужна будет. Я вам расскажу. Или вы можете ретерспективно это сделать, если вам прям очень-очень нужно. Окей. Так. Если мы будем продвигаться дальше, мы будем делать следующее. Мы начинаем двигаться сквозь пески. На вас надевают наручи, как вы выходите за 100 метров от этого убежища. Ладно, я отдаю свой лук, свою плетку. Все ваши оружия ставят внутрь, твое остается в этом. С вас снимают, если у вас есть доспехи. На вас надевают тряпки, которые у вас есть. Ничего визуального, чтобы прям... Прям такого на вас не может быть. То есть предметы, любые, магические, на вас нету. Ничего. Вы в своих трусах, скажем так. Одеты, хорошо закутанные от погоды. Вы начинаете двигаться сквозь пустыню, сквозь этот... Вам, скажем так, не очень приятно сквозь это идти. Но вы видите, что изин, она не держит большой темп. Она смотрит за вами, чтобы вы успевали за пустынными буйволами. В какой-то момент вы начинаете видеть гряду, которая идет на западе, на востоке. Гряда снов. Та гряда, где находится и грозур. Между чем находится форт Гаргау. И вы замечаете первым, это огромные существа, которые левитируют прямо над этой грядой. Они идут в ряд. От них ощущение холода дует прямо с этих низ с гор. Вы далеко, они только на горизонте. Но вы видите, как на этих существах внизу по телу огромные глаза, которые открытые, и они смотрят в горизонт. Как один из этих глаз проходит над вами. Он останавливается на секунду. По крайней мере, вам так кажется, как будто он задержал свой взгляд на долю секунды. Потом он дальше смотрит в пустыню. Вы начинаете брать резко на север. Вы двигаетесь по правой руке, у вас эти существа одно, вы проходите. Потом через полдня еще одно такое же появляется. В какой-то момент вы начинаете понимать, что они следят за вами, они смотрят за вами. В одну из... Ночь перед прибытием в лагерь Вы все спите скромно. Нету костра. Есть только буйволы и тепло, которое они дают ночью. Ночью, пока вы спите, вы слышите голос. Голос, который знакомый тебе, Каспар. И тебе, Атахи. Ты слышишь... Вы все это слышите. Вы видите, как Изин просыпается в тревожестве в одну секунду. Вы видите, как некоторые бойцы начинают просыпаться в... Ну, то есть, в полном непонимании, откуда этот голос. Некоторые, они оголяют свои скеметары. Один из них натягивает лук. Вы слышите, как голос говорит грубый. Такой, как будто он очень-очень далеко. В помещении каком-то гигантском только эхо идет его голоса. И он говорит Я уже здесь. Это и вы Все здесь Мое Ну Мне Нужна Одна маленькая вещь Тот, кто сможет ее найти Будет жить в моем идеальном мире Вы видите пред собой проекцию Как левитирует перед вами Даже тот же предмет, который... Кто носит сейчас греб? Который у тебя где-то в карманчике Полный размер, который летит, левитирует перед вами Он говорит Я жду всех Каждого На горе Зур Если кто Хочет вечно Править со мной Принесите это мне Тишина Вы видите, как некот Изин Просто с такими огромными глазами смотрит вдаль Некоторые из ее воинов просто осматриваются Кто-то шепчет И вы все слышите Между удришей Одно слово Они говорят о том, что Это Уйта Уйта Вы видите, как они кидают какие-то знаки Вы видите, как Изин пробует успокоить их Один из... Один из достаточно... Тот воин, который первый зашел Вы видите, как у него явно начинается какой-то нервный срыв Он начинает паниковать, начинает ходить туда-сюда Они начинают между собой по-удришевски просто в полную орать на один другого Видно, что начинается какая-то дискуссия И эта дискуссия явно о вас Я бы хотел пытаться понять, что они говорят Окей Для того, как говорит очень много людей И достаточно бурно Этот воин, который самый главный Окей Киньи, пожалуйста, проверку мудрости Для того, чтобы в этот момент ты... Я все-таки... Тебе нужно дотрагиваться, чтобы понимать Но мы уже сделали так, что не надо 18 18, окей Ты понимаешь следующее Он говорит, что мы все обречены, Изин Мы должны избавиться от них Мы не должны быть причастны к этому всему Если он уже здесь, ты знаешь, что какие предсказания Ты знаешь, что нам говорили с детства Ты знаешь, когда он придет Утриши не должны быть Не должны быть причастны Если мы будем причастны к этому всему Нашему народу не станет после этого Ты хорошо знаешь И он в какой-то момент, как она что-то говорит Опять же Ты видишь, как он оголяет нож И достаточно угрожающе показывает ей, что он готов Сплость нее пройти Это все Вы уже все просыпаетесь И видите, что несколько из воинов Точно так же начинают кучковаться Их 9 штук все вместе Трое из них еще не понимают Двое сейчас подошли к этому воину И пробуют как-то занять его позицию Как голос, который мы слышали Это Зугрол? Это Зугрол Окей Мою книжку забрали Твою книжку забрали У вас ничего нет? Олег Бонг тоже блестящий Окей А рука? Рука на тебе Ну, помимо того, всего Я так понимаю, Митрия знает У нас же связь в сериале И я так Кто-то понимает, о чем они говорят Ну и грубо говоря, по факту больше на нее, надеюсь Но если ты что-то говоришь Я это как-то плюс-минус перекидываю смысл того, что он сказал О, черт Вы видите, как Митрия встает и по связи говорит Вы умеете передвигаться быстро по пустыне Если надо, надо бежать Не нужно никого, скажем так, удружнять Мы недалеко от этого места, о котором говорила Айзин Но все вещи наши в нее Как мы их достанем обратно, мы... У нее сумка Надо сумку добрать Сумку надо забрать У меня нет уца Окей, ты можешь это сделать? Она смотрит на вас Оказывает кандалы Окей Я бы хотела Я могу Попытаться сделать контрочарование Контрочарование Или оно не сработает От этого усмирения, которое накладывает на нее кандалы Она только не накладывает Или она накладывает Что? Укладывает Вы не можете принести... На данный момент вы не можете причинить зла, пока на вас кандалы Это ИЗИН Она ваша является сейчас... Я могу использовать саджейшен Заклинание на ИЗИН Можешь попробовать Да, я хочу попробовать Если не ошибаюсь, это спас-бросок харизмы Ой, мудрости Сложность 17 А сделай мне, пожалуйста, сначала проверку на телосложение А у тебя с преимуществом, как ты маркастер Но это уже без моего ожерелья Да Плохо 17 18 Вы хватает для того, чтобы ты мог проявить... Как бы... Пойти против воли Для того, чтобы... Ты кинаешь на нее саджейшен Сколько? У нее сколько высок? 18 Она выкинула 8 Что ты хочешь ей саджестить? Оставь сумку в пустыне, а нас отпусти Вы видите, как идет разговор дальше Идет какое-то непонятное... Ну, то есть, начинается уже почти драка В какой-то момент она начинает это слышать Вы начинаете двигаться Она смотрит на вас Она кивает тебе головой Ты слышишь дальше по разговору, что он говорит Пусть уходят Мы не должны прийти с ними И она такая Все, все, все Она подходит к вам Смотрит на тебя первым же делом Она пробует С проницательностью своей... Вы понимаете ли, что происходит? Она смотрит на тебя Ты даешь какой-то знак того, что ты понимаешь Какой был разговор проходил Потому что в прошлой ситуации в сцене Когда был разговор Она поняла, что ты используешь Что-то похожее, как ее на Окей Я тогда смотрю на нее Я киваю Вы больше нам не нужны Уходите отсюда Но мы же договаривались И я начинаю Киня на... 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 Четыре Четыре Она смотрит и дядь в руку Не делает Некоторые из Удриши подходят к вам Один из них вынимает уже Уходите Вы... Вы... Нежеланные Вы принесли... Вы принесли проклятие на нас Я смотрю на Изиль Смотрю на нее И глазами на сумку иногда Поглядываю Изиль все держит сумку Я хочу подойти Несмотря на то, что вы... Не можете провожать нас дальше Мы благодарны даже за этот путь Я наклоняюсь И я... Хочу попытаться как-то незаметно Протянуть руку к сумке Но не забирать сумку То есть... Может быть она мне не поддаст Я бы хотел сказать ему, что Нет никого Проклятие Это вы себе сами все выдумали И кинуть на обман Окей Давай Тринадцать Он смотрит на тебя Уходи отсюда Я бы видел то, что у тебя на спине Уходи Уходи Ты когда это пробуешь делать Изиль отталкивается И она шепчет тебя Тихо-тихо У главной палатки В работорговом центре Она отходит и дает Чтоб воины начинают вас постепенно Прогонять Отсюда Они вынимают скеметары Смотрят на вас Уходите 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 Мы уходим Не потому что мы у нас Мы сами уходим А, а кандалы спадают или нет? Скандалы на вас, если вы хотите без скандалов идти. А, ну, раз, скандалы. Сами, да, ставка на дом. Окей. Вас начинают проталкивать, это, ну, вечер, как бы, днём никто бы даже не пробовал бы идти. Черт. Вы проходите где-то, не знаю, метров сто, пока просто пыль, которая поднимается тут, застилает лагерь. ИЗИН смотрит на вас до конца, пока вы не теряетесь в горизонте. Что вы делаете? Вы стоите голые, в кандалах, и кандалы в данный момент, они, ну, как бы, есть на вас, но ИЗИН не видно. Вы не видите, не чувствуете это принуждение. Я вам говорил, ребята, я смотрю на Татхе, ну что, как в старые добрые времена. Это как? Ну, это так, когда мы сидели в кандалах. Потемнется и ждали, когда нам принесут кашки. Ладно, давай, может, по поводу этого. Я так понимаю, нам нужен провожатый. У меня есть еще одно предложение. Например? Ну, мы можем прийти и сказать, что... Мы сами сдаемся. Между смертью в пустыне и становлением рабом разница неплохая. И мы... достаточно неплохой товар. И первый марокис, которого мы найдем, мы можем предложить ему себя как товар. Я думаю, если мы найдем какого-то не слишком зажитощего... Если я правильно слышала... Что? Если я правильно слышала разговор из Инны Каспара, то стоит кому-то сказать одно слово, и ты не сможешь сделать ничего. В смысле? Есть слово, которое накладывает на тебя усмирение. И ты такие... Да. То есть все знают какое-то слово для того, чтобы раба усмирить. То есть каждый марокис будет это знать. Ты предлагаешь... Если ты хочешь что-то сделать... И себя продать. То есть ты не можешь действовать. Но если это знаешь, как шок. Окей. Ну, а что вы предлагаете сдохнуть в пустыне? Я лучше сдохну в борделе, чем в пустыне. А я там. Греба еще у тебя. Да. Давай мы его отдадим и будем править вечно. А оно у нас? Я не знаю, это отдал или нет. Куда ты его спрянула и там? Если ты его уносишь... Или ты его отдал? Ну, типа... Я думаю, что от него фонит немножко. Я могла бы его ретроспективно... Я просто не описывала сцену отдавания, я не описывала сцену оставляния. Я ничего не описывала. Я тебя спрашиваю. Командный совет. Я дала к нему или нет? Я, наверное... Что? Нет. Да, я думаю, я его оставила Ольде. Ольде. Я верю Ольде, и я оставила Ольде. Именно Ольде. Окей, ты Ольде оставила его. Вы как двигаетесь сквозь пустыню? Киньте, пожалуйста, кто-нибудь. Куда вы двигаетесь с первым делом? И кто вас ведет? У тебя есть преимущество на этом? Так что просто кидай. Пока мы идем. Я бы хотел со всеми поговорить по поводу того голоса, который мы слышали. Это этот ходок между мирами. Из дальнего плана. Он же... Отец. Тот дядя, который гигантские штуки призвал после того, как мы синему. Да, еще он висит мне руку. А почему мы не можем ему отдать гребу? Потому что он, наверное, хочет это все... Это врата. Если мы его отдадим, эти врата, то он впустит сюда такое, что тебе все демоны покажутся детской сказкой. Но мы же будем править. Да. Чего? Ты... Вот кшак, вот серьезно. Ты дурак. А знаешь, что будет? Ты будешь править от твоих родных, всю твою семью. А он их не помнит. Твоих сородичей, всех твоих друзей, всех, кого ты знаешь, будут мучить адскими муками эти твари из дальнего плана. Ты этого хочешь? У меня нет семьи. У тебя есть твой народ. А я помню народ. Ну, конечно. У тебя есть все, кого ты знаешь в этом мире. У тебя все безразличны. Все, кто остался, да. Кша, я хочу сейчас попытаться убедить его таки. Мне кажется, что тот человек, который без раздумий оторвал Каспару руку, тот человек, который... Не человек. Он даже не человек. Это существо, которое призвало... Что это? Что? Вот помнишь? Эти гигантские... Вы в шторме всегда видите по правую сторону где-то вот силуэт далеко, где горизонт заканчивается, где начинаются пики. Над этим вот эти вот точки, которые... Тот, кто управляет этим, ему не нужно никого, чтоб помогать править. Он тебя убьет сразу же, как ты отнесешь ему Глеба. И ты не получишь ни правления, ни славы, ни денег, ни хрена, только свой хладный труп. Он чувствует нашему миру. Вы правы, но то же самое нас ждет и от маракийцев. Маракийцы от наших. Смех покажется тебе сладким сном по сравнению с тем, что ждет тебя, если ты попадешь. Вы двигаетесь сквозь пустыню в шторм. Как-то от Хилл выкинуло десять. Вы начинаете упираться в очень вам известную ситуацию. На улице просто невероятно дует. Потом начинает темнеть. Начинает... Песок залетать в уши. И вы в какой-то момент начинаете... Вы начинаете понимать, что вы встали в такой же шторм, как вы попали на юге. Вот вы на кусок начинаете заходить, вы чувствуете, как тяжелее начинает идти. Песок начинает подыматься. И в какой-то момент вы видите, что в этом шторме появляются силуэты. Один, два, три. Закутанные, высокие, красные платки развиваются на них. Как они стоят, как вы стоите, пятеро вас, они смотрят за вами. Наблюдают за вами, не подходят пока, стоят в шторме. Подходим к нему. Я хочу поднять руки. Пока это все происходит, я хочу спросить у Каспара. Может, Говард сказал, как с ним можно связаться? Или вообще, возможно ли с ним связаться? Это к тебе, наверное. И в плане, может, он нам найдет хозяева, так сказать. Он сказал, что он будет ждать вас. Он сказал, что... Хозяева он вам не может найти. Посреди пустыни? Нет, там. Вот у нас... Полни себе хозяева. Митрия останавливается и говорит, Я чувствую что-то странное от них. Давайте будем их обходить. Мне не нравится, почему посредине пустыни такой маленький караван двигается. Вы в такой дистанции, что еще есть возможность или вы хотите спросить? Они нас видят. Они вас видят. У вас есть уже... Можно? Да. Я могу что-то кастовать пока что. Я не знаю. У тебя связанные руки. Ты можешь попытаться. Хочешь ли ты это? Есть ли у тебя что-то? Нет. Что ты бы хотела? Беследное передвижение? Что бы я хотела? Я сейчас скажу. Что бы я хотела? Хочу меня это. Татхи, выведи нас из шторма, пожалуйста. Ольда, мы с ней можем связаться через эту связь. Через связь Рерри, которая уже пропала. Она далеко. Совсем далеко. Не, ну Рерри на весь план работает. Но она по времени уже прошла. Уже нет уже. С тех пор как вы в кандалах, с тех пор как Шаха нету книги. Пока вы думаете... Татхил, вы видите как они... Вы слышите как хруст, как они начинают пододвигаться. Я пячусь. Я иду назад и если я с кем-то связана, я хотела бы тащить их за собой. Вы не связаны между собой, если что, у вас не шеренга. Вы просто в кандалах все. Тогда я... Я бы предпочла, чтобы моим рабовладельцем был человек, которого я хотя бы вижу, поэтому я иду обратно. Ты начинаешь отходить. Вы видите, ты первый, который спускается по юне, начинает съезжать. Вы видите, как он вынимает один из своих етаганов. Он начинает двигаться в вашу сторону. Достаточно быстро. Двое из его компаньонов постепенно идут за вами. Я хочу использовать Minor Illusion. Я могу это сделать? Я хочу... Могу ли я сделать две вещи Minor Illusion? Два отдельных действия. Давай. Первое, это чтобы у меня в руках появился какой-то огромный боевой топор. Окей, Minor Illusion может быть вот так. Пять футов. Пять футов. Пять футов. Это полтора метра. Полтора метра. Окей, боевой топор. Окей. И второе, это я хочу, чтобы полетел как будто какое-то заклинание в него, но не наносило никакой урон, соответственно, потому что это просто иллюзия. Окей. Окей. Дернулся, отбежал, немножко испугался. А я бы хотела заговор или невидимость. Окей. Невидимость не заговор. У меня заговор. Нет, это потому что ты так не умеешь. Это твой расовый навык, это заклинание. Я бы хотел достать из карманного измерения меч и бросить на запугивание на этого. Окей. Вы можете все одно действие сделать перед тем, как мы кинем на инициативу. Окей. Я бы хотел использовать свое действие, чтобы стать уборонительной стойкой. Окей. Ты отъелся, что я не там. Ну, насколько сильно связаны руки, ну просто, то есть, вербально и соматически это... Ты должна двигать и говорить. Ну, ну, в принципе, двигать я могу. Ты можешь? Тогда давай я попытаюсь. Я не знаю, как это... Я вообще не представляла себе, как это происходит, но я, наверное... Короче, я хочу призвать животных. Окей. Каких ты хочешь животных? Давай волков. Окей. У тебя есть предметы для того, чтобы это призвать? Как вот в данный момент это важно. Ты где-то... Там не нужны никакие предметы? Ничего не надо. Все. Ты тогда призываешь волков? Волков. Сколько волков ты хочешь призвать? Сколько они призываются? Это два волка, да? Или два больших? Волки, да. Один и четыре? Восемь. Восемь волков. Окей. Нет проблем. Ты призываешь восемь волков, как магия. Только вылетает из твоих рук. Восемь волков появляется. Закинь меня, пожалуйста, на просок на телосложение. Как тебе в момент шаг начинают кандалы шарапить. Так, штих телосложения. Старшоу. Девятнадцать. Девятнадцать. Ты остаешься в сознании. Ты чувствуешь, как тебя начинает колбасить, но ты всё ещё держишься. И сейчас мы кидаем на инициативу. Да, народ колдовать в этой штуке неприятно. 23. Дядя Каспар ходит первым. 21. Дядя Каспар ходит первым. 12. Секундочку, секундочку. Я у меня карандаши закончу. Так. Так. Так, 20 и выше кто? 23. 23 Каспар. 21 Татхи. 21 Татхи. 21 Татхи. 10 и выше. 15, 20, 15. 10. 11. 12. 12. Зари. Шах. 11. 7. 7, а я та. Ну я вон везде, все нормально. Я такая. Сниги, сниги. А Митрия, что там? Я за нее кидаю. Я за нее. Первый, который бежал, он вынимает полностью свой ядаган. И видит, как вы начинаете отбегать. Вы видите его улыбку, как будто он нашел что-то. И на его глазе видно, как просто пристроенный, точно такой же синий камень, который носила Изиль. Он сразу видит сияние ваших оков. Он видит, как появляются эти волки. В тот же момент появляется твой этот кинем. На запугивание ты хотел сделать. Тупо 20. Тупо 20. Окей. Но он замечает, как из измерения появляется просто сияющий этот меч с темного лезвия. И он останавливается. Двое из их компаньонов начинают спускаться. Они точно так же вынимают свои ядаганы. И в какой-то момент с левой стороны летит нож, который попадает одному из этих в ногу. Саша, очень здорово. Сульца дальше. Сейчас нас спасут. Сейчас нас спасут. Полноходник. Да, я знала. Мы теория купер. Саша, кинем. На. Еще поднимитесь к Санычу чуть-чуть. Эть, эть. Сейчас я кубики свои распакую, которые две недели не распаковывал. Секундочку. Давай, Саша, самое время распаковывать. Я их заряжал. Секундочку. Всем привет! Вверху брата заряжал. Вверху брата заряжал, да. Ты там что-то заряжал? Петлю просто. Да. Я там что-то заряжал, там петлю Меобиуса. Так, нормально. Так. Так, восемнадцать. Восемнадцать. Вы видите, как нож пролетает, и из просто тумана и шторма выходит фигура. Да. Александр, опишешь ли ты своего персонажа? Высокий, наверное, ростом приблизительно, как вот все вот эти трое путешественников, которых вы встретили, но может даже немножечко выше. Это, наверное, выше даже, чем Зарий, я так подозреваю. Все, что... То есть, ну, из-за ветра, из-за песка, из-за песчаной бури силуэт довольно тяжело читается. Тем более, что он скрыт несколькими слоями, прям как капуста, дорожным плащом цвета запекшейся крови. Темно-темно-багрового цвета, и лицо, и голова тоже скрыты капюшоном, ну, и как бы, и тканями для того, чтобы защититься от ветра. И только глаза видно янтарного цвета у путешественника, которого вы встретили. Вот, янтарного цвета глаза, и из-под плаща, который скрывает его силуэт, видно две рукояти ятаганов. И ятаганы у него скрещены, они у него висят низко на поясе, за поясницей, рукоятями вниз, хрест-нахрест. И да, вот так вот. Типа вот так? Да. Окей. Ходят двое, один из них, который спускается, он останавливается, другие начинают продвигаться. Вы в данный момент где-то в 30-40 футов, это дальше всего, как она начала отходить. Вы в 30 футов от этих маракейцев, они все на склоне. Сашин персонаж справа от вас, где-то на 20 футов от вас. Он типа ближе к ним, чем к нам. Да, он с другой стороны совсем. То есть его только силуэт видно. Каспар, ходишь ты, как солдаты начинают маракейцы спускаться по дюне к своему товарищу, который первый стартовал. Окей, он остановился. Он остановился, как увидел Зария меч. Я начинаю к нему подходить. Ты идешь, а не спеша. Подхожу просто, стою перед ним и смотрю на него и говорю. Мы всего лишь рабы, которые заблудились. Я пытаюсь ему сказать это через кей. Окей, он такой, он на очень ломаном общем говорит. Таких, как и вы, мы уж давно не видели. Уши у тебя красивые. О, это будет то, что нам нравится. Не правда, мальчики? И двое из них с перебитыми зубами, точно такими же янтарными глазами, которые чуть-чуть стухлые, серыми глазами, серой кожей пересматриваются. Это будет что-то новенькое для нас. Я говорю, наш хозяин огорчится, если с нами что-то случится плохое. Гибли, пожалуйста, на убеждение, если ты хочешь как-то навлиять, что это у тебя хозяин какой-то необычный. 12? Да, в 12. 12? Он смотрит на тебя. Твой хозяин никогда не узнает, что ты тут был. Я использую защитную сторону. Ты просто стоишь там. Окей, Татхи, ты стоишь недалеко, а ты видишь, как Каспар подходит, но ничего не говорит. Он что-то просто, я тут ему отвечаю, что-то. Ну, волки так просто, просто сосредоточку в этом. Правда волков красная коса. Не знаю, может потому увидишь. Они, короче, расходятся. Я тоже отхожу в сторону. Ну, назад. Окей, они расходятся, окружают этих вот троих? Что они делают? Да, они пытаются окружить. Они пробуют окружить. Ты видишь, что волкам не очень удобно в этом песке идти. Они пробуют проходить. Один из волков начинает подниматься на дюня и скальзывает, как начинает просто песок подниматься. Где-то, скажем так, шесть волков начинают уже подниматься. Двое из них делают это все постепенно. Ты отходишь в сторону Айты. Вы видите, как Дмитрия смотрит на всех. И, Зарей, она тебе говорит очень шепотом. Я чувствую необычное зло от этого человека справа. Будь аккуратен. Я такое давно уже не чувствовал. Она показывает на силуэт, который бросал нож. Александр, будешь ты, пока мы не знаем, как тебя звать. Да, от меня дистанция до ближайшего из этих марокистов 20 футов. Ты как дома. Эти пески, которые двигаются. Ты знаешь каждую морщинку. Ты знаешь каждую песчинку, которая двигается. Ты знаешь поток. Ты знаешь, как серфингист, который уже давным-давно оседлял эти волны. Так, я таки, тогда, тогда, чем вооружен ближайший ко мне? Он держит такой же классический ятаган с марака. Достаточно плохого качества. Ты сразу узнаешь, что это не лучшая ковка. Хорошо, ладно. Я в таком случае оглядываю, оглядываю ситуацию поля боя, так сказать. Задерживаю свой взгляд на этих рабах. Немножечко, знаешь, прижмуриваюсь, не до конца понимая, что тут происходит. Потом перевожу взгляд на ближайшего ко мне и бегу в его сторону, по песку. Он поворачивается, смотрит на тебя. Я бегу и когда остается расстояние, не знаю, в 3-4 шага, только тогда выхватываю два ятагана из-за пояса и делаю три атаки по нему. Первую атаку я хочу использовать маневр сбивания с ног. Он должен, так, я сначала должен попасть по нему. Так, у меня выпало 25. 25, это попадает. Так, и он должен пройти спас-бросок на силу, сложность 18, для того, чтобы... Он выпил 6. Он падает, и я наношу ему еще урон. Так, это будет 1d8 плюс 5 плюс d10. Так, это тогда... А, нет, 1d8. Так, да-да-да-да-да-да, секундочку. Так, 9 плюс... 9 плюс 6, это 15. 15 урона он получает, я сбиваю его с ног. Окей. И... Ты видишь, как ты подбиваешь его, поддеваешь под ногу, как он падает вниз. И я провожу еще 2 атаки по нему после этого. Окей, да. С преимуществом, как он лежит. Окей. Так, это у меня получается 20... Господи, как сложно. 29. 29 попадает. Первое. И... И 31. Вот, ты видишь, как ты попадаешь в первый удар. Наноси урон. Так. Это получается 1d8. 2, короче, так, сейчас. Так, это будет в сумме 4 плюс 14... 18 урона еще. 18 урона. Ты как ему наносишь второй урон, ты видишь, как он будет. В вагоне и пробует парировать второй твой удар. Там 31 на попадание, он все вливает. Ну, твой атакан просто проскальзывает возле его. И даже, может, наткалывает его, как он... Наноси последний урон. Это было все. Это все вместе. Окей. Он лежит в крови. И ты слышишь, как он начинает достаточно в панике отползать. И на маракийском начинает говорить своим товарищам. Ты это сразу понимаешь. Охотик. Охотик. Я вижу, что он начинает истекать кровью. То есть он там валяется на земле. Я просто встряхиваю кровь с этагана и разворачиваюсь в другую сторону и иду дальше. Окей. То есть ты начинаешь продвигаться, он ничего не делает. Сарий, ты видишь, как эта непонятная форма сбивает с ног одного сверху на дюнах. Подбивает и начинает его кромсать. И потом, как тот начинает в вагоне отползать, он идет медленно к следующему. Я вижу, что он тоже их начинает атаковать. Ты в это время, то есть уже ближе к дистанции, ты мог бы рассмотреть часть его лица. Ты видишь, что у него такие же янтарные глаза, только они светятся больше жизненной энергией. Третий человек тоже маракиец. Хорошо. Я тогда нападаю на того, которого я запугал. Окей. Я бью его мечом. Да. С помехой какой-то тип кандала? 16. 16. А то хватает для того, чтобы попасть. Это первый был. Окей. С помехой. 18. 18. Все двое попадают. Насируем. 16. 16 плюс 6. 26. 26 урона за 2. 22. 22. Это за 2, да? Да. Ты просто вынимаешь меч и просто след от твоего меча прорезает одну, вторую. На это все он начинает отходить и спотыкается об песок и падает точно так же, как и второй. Он оборачивается на охотника, который сверху кромсает его товарища и он реально начинает думать о том, что, может, это не лучший день его жизни. Шаг, ход твой. А сколько осталось этих... Один из них, который стоит вместе с Каспаром и первый спустился. Я тогда хочу выстрелить фаерболтом в того, что рядом с Каспаром я вижу, что ситуация немножко в нашу пользу пошла. Почему? Два раза. Ты в кандалах стреляешь, смотрите. Нет, это не воркаст. 5 плюс 4. 5-4. Вы видите, как шаг вырубается на пол. Я такая, окей, магию не использовать. Митрия смотрит на вас. Она начинает передвигаться и в какой-то момент она подходит к тому, с кем ты разговаривал. Она прокрадывается, и вы видите, как она сзади закидывает кандалы и начинает его душить. Так, у нее 14. Он икнул 6. Постепенно душит до тех пор, пока он теряет сознание. Против вас в данный момент двое достаточно в панике марокийцев. Один охотник, ты идешь к второму, который как раз отползает от Зария. Он в ужасе смотрит на Зария, у кого, если я правильно помню, ты когда вынимаешь меч, у тебя глаз пылает. Он в ужасе, двое из них в ужасе. Митрия в этот момент отпускает второго, который... Я буду ходить. Да, ты будешь ходить. Хочешь ходить? Хочу ходить. Ну, хочу. Не, я просто не знаю сейчас, что. Я как раз говорю, если ты дослушаешь, тогда все будет происходить, Даша. Я вижу, ты... Пусть на практике. Они в данный момент, мы не в инициативе. Мы можем делать, что хотим. Да. Можно я? Я подхожу к тому, кто лежит, который отползает от Зария. И, ну, не раздумывая, просто вгоняю Ятагана ему в подбородок. Окей, ты... Вы видите, как медленно подходит он... Я не понимаю, он за нас или нет. Я наставляю на него меч и пристально смотрю на него... Ты видишь, что перед тобой пятеро рабов с самой странной начинки. Ты видел разных, да. А я в отрубе. Ты в отрубе в данный момент. Один остался, да? Только тот, который ранен, которого я... Да, и один вомб, ну, то есть пол в отрубке. Вы видите, как подходит этот незнакомец, разрезает горло ползящему маракийцу. Странная ситуация достаточно. Вы стоите вот в контрах. Он чуть-чуть на возвышении, он стоит достаточно комфортно на этой... на дюновой поверхности. Он смотрит вниз на вас. В какой-то момент в шторме такое, как будто несколько солнечных лучей пролетает. И вы стоите в вихре, где медленно льется кровь маракийца вниз по дюне. Я бы хотел обратиться к незнакомцу и сказать, я не знаю кто ты, у нас есть кое-что общее. Мы не любим маракийцев. Я смотрю на Каспара, который это сказал. Ну, не знаю, что он Каспар. Я смотрю на эльфа с механической рукой. Смотрю на его уши. Я же верю уже. Да. Смотрю на Заря, который держит меч, наверное, наставленный в подбородок. Я такой смотрю, он может быть не один здесь. Я держу эти все еще два этагана, осматриваю рабов, отхожу просто от Заря. Перед тем, как ты отходишь, Митрия говорит, Заря, убей его, пока не поздно. Я отхожу назад, и когда Митрия это говорит, я оборачиваюсь, я говорю, успокой свою женщину. Оборачиваюсь назад, подхожу к указающему этому маракийцу и тоже ему перевязаю. А это выходит из адвиза, я уже его люблю. И я иду будить к шахов. Я думаю, что волки доползли быстрее тебя. Они кушают? Нет, не раздирать. Если волки кушают тело, хорошо, я подхожу между волками, просто оглядываю их и расталкиваю их просто... Копом. Коп, коп. Шлеть сюда. Комер, разгоняй их и сгибаясь над телом маракийца, ищу, есть ли у него ожерелье матери на шее. Ты находишь у него достаточно плохой семьи явно, но оно есть там. Он уже без сознания, как его начали растяживать. Я поднимаю, оглядываю его, бросаю, разворачиваюсь, возвращаюсь обратно. Вы стоите, все это происходит маленькой дистанцией. Вы все стоите, дует ветер. Ты просыпаешься, киньте мне все, пожалуйста, проверку телосложения. И с помехой, как еще действует, прошлое, прошлое плохое знамение. Ага, это наш манки. Ящерицы, по-блогу. Ящерицы. Тебе не нужно гидать? Ну да. А, это, я понял. 12. 16. 8. 15. Из-за вашей этой бин-помехи, 6. 6. Вы двое на первой усталости. Welcome back. Ах, Каспар. Начинает раздувать ветер. Смертвых ящериц. Вы стоите там. А я та, первая, она после того, как разбудила Кшаха, она как раз невидимость начала. Сделай мне, пожалуйста, проверку на телосложение. Как ты сделала инвизу и заказанчивала, вроде... Помеха есть. Да, с помехой, конечно. Отлично. Второй уровень усталости семьи. Нет, это ты. Ты заходишь в инвизу и вырубаешься. У вас двоих кто-то будет. Как бы вас просто шеркш. Она типа не заходит. Она не заходит в инвизу. Она просто решила, что она зашла в инвизу. Окей. Тогда как? Я, когда возвращаюсь, осматриваю эту группу и говорю, у вас есть еда. Как тебе сказать? Вроде нету. Может, у них есть? У них нету. Куда вы идете? Мы знаем название города, в котором я идем? Марак. Марак. Это не Марак. Мы в Гаргау идем. А, форт... Вы приходите. Это форт Гаргау, по факту. Это недалеко от форт Гаргау работорговый рынок. Пойдем на рынок. Рабов. У нас просто все пошло не по плану. Он, на самом деле, в час отсюда. Но они этого не знают. Я такая... Я такая... А это... Имя мое. Я могу вас продать. Можешь. Сделаешь услугу. Заработаю денег. Покушаешь. Ты знаешь короткий путь, Гаргау? Нет. Смотрю в пустыню. Здесь будет только один, дружащий. Идите впереди. Имя? Я поняла. Не будет имени. Идите впереди. Классно. Я такой... Не стоит ему доверять. Успокойся. Ладно, он Дмитрию тихомирил. Ты этого не слышала. Потому что ты валялась без сознания. Такой момент пропустил. Я хочу внимательность бросить. Кинь тебе внимательность, пожалуйста. Помеха? Нет. Нет. Извини, а что ты хочешь смотреть? Я хочу смотреть... Нету или здесь еще кого-то. А, тогда помехой, конечно. Я думал, ты хотел смотреть своего компаньона. Десять. Десять? Вы идете в этой пустыне, в шторме. Ты замечаешь, что твои новые рабы достаточно плохо справляются. В отличие от тебя, они плохо одеты почему-то. И ты видишь, что лохмотья, которая на них, очень похожа на удришевская. И оно тебе сразу в глаза бросается. И ты знаешь, что удриши в эту пору года обходят штормы. И эти оборванцы просто не дойдут до лагеря. Я понял, да. То есть они тут оказались как-то... Типа, фиг его знают. И они явно через этот шторм, это не их стихия. Для того, чтобы они еще не бросали еще раз, ты в какой-то момент понимаешь, что они просто очень медленно идут. Хоть они должны впереди идти, тебе уже начинают надоедать, и они ползут. Ладно. Я иду, поскольку иду позади. Кто передо мной идет первый? Кто нет? Кто позади. Кто позади, да. Кто задний в колонии. Ну, я задний. Хорошо. Я кликиваю сквозь ветер, спрашиваю, как вы здесь оказались. У души обычно сюда не приходят в это время года. А одежда на вас, судя по всему... Это какое племя, я могу догадываться? По тканям. Ты знаешь, что это кто-то из Юга. Ты на Юге не был, но по ткани понятно, что по узорам, по крайней мере, это может какие-то из Южан. Нас прогнали. Сказали, что мы приносим проблемы. Надеюсь, мне вы принесете денег. Надеюсь. Ты на него должен быть влюблен. Пока вы идете, вам начинает быть тяжело. Ваш новый компаньон просто медленно очень идет. Киньте мне, пожалуйста, опять на телосложение. С помехой. С помехой, да. 21. Ты с помехой кидала? Тупо 20 и 19. 12. 5. 5. 1, 1, 2. Я бы хотел спросить у Митрии, что она чувствует? Почему этот человек... Она, как ты останавливаешься, и Митрия идет сзади. Она говорит, я... Зарий, нам нужно чем быстрее выйти из шторма. Мне не так плохо, как вам всем остальным. Она осматривается на Каспара, который начинает медленнее идти, как ты сзади уже идешь. Я не знаю, из-за железной руки или из-за чего, но может ему чуть-чуть тяжелее, чем обычно. Я не знаю, кто этот человек. Она прислоняется еще поближе. Я чувствую, что что-то скрывается под ним. Что-то, отчего мне нехорошо. Ладно, будем тогда. Я могу прервать диалог и говорю, стойте, соберитесь в кучу. Собираемся. Я хочу достать свой бурдюк. Если я знаю, что до Гаргао осталось не больше, я не знаю, полчаса ходу, я достаю свой бурдюк и передаю им, чтобы они хотя бы попили воды, потому что я вижу, что они просто... Так как я прожил в пустыне, и Эмитрия тоже, я бы хотел ей напомнить историю, как однажды мы с ней пробирались через подобную бурю и этим самым как бы вести группу, чтобы нам было легче. Ты видишь, как двое с татуированными шеями, один высокий с длинными белыми волосами, без парады, с залисанными уже волосами, и женщина точно такая же. Они что-то переговариваются, и в какой-то момент ты видишь, что они начинают осматриваться, и ты понимаешь, что они что-то понимают в пустынных тропах. А я могу по татуировкам догадываться, что это северяне? Даже не знать, что это племя, но догадываться, что это северяне. Из-за того, что ты ездил с утрешами, по крайней мере, ты один или два раза видел северяне, но ты не уверен, с какого они племени. Да, ну я знаю. Точно, что это северяне какие-то. И эти двое очень далеко от своего дома. И как вообще, что они тут делают? Агинь, пожалуйста, с преимуществом, как Митрия тебе помогает, на выживание. Тупо 20, плюс 6, 26. Окей. Ты идешь забавно улыбаясь, смотря как эти пятеро волокутся. В какой-то момент ты видишь, что они начинают видеть тропу, которую ты знаешь. Ты идешь, осматриваешь своих новые, ну, новые приобретения, насколько они ценные. Ты видишь, что двое, которые северяне, они достаточно ловко двигаются сквозь пустыню. И иногда... Тебе даже... Секундочку. Ты понимаешь, что они можно даже на одном уровне с некоторыми следопытами, маракийцами могут проходить сквозь дюны. Когда наш новый, назовем его хозяином, передавал нам бурдюк, так сказать, я бы хотел взглянуть, так сказать, ему в глаза и, возможно, увидеть какую-то такую нотку, какую была его, так сказать, цель этого бурдюка. Он хотел, чтобы мы выглядели лучше при, так сказать, продаже или он переживал за нас в какой-то степени? Окей. Геню, непроницательность. А Саша уже сам оценит, что и как. 12. Для что-то нужно бросать? Нет, тебе еще не нужно. Тебе нужно решить, что хватает лета, чтобы понять, что какая была... Я понял. Ты, между делом, с камеры вылазил. А, 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 а. Ага. Все, с камеры вылазил. Вы можете еще чуть-чуть? Да, нормально? Да, да. Хорошо. Еще чуть-чуть. Ладно. Я... Хорошо. Скорее всего, скорее всего, я за пятерых из вас могу выручить просто больше, чем за троих или за двоих. Вот и все. А потом, когда мы будем уже идти дальше в колонии, так сказать, то я бы хотел идти рядом с Каспаром и попробовать ему нашептать. Каспар, я знаю твой характер. Ты всегда всех пытаешься найти хорошие и все такое, но будет момент выруби его. я работал слышать? Шах! Сделай, пожалуйста, мне проверку... скрытность? Скажем так, давай на скрытность. Даже не знаю, на скрытность, да. Это с помехой или... Это не с помехой. Но ты стоишь так на ветру, чтобы слышать всю колонну. И ты мне обвиняй на внимательность с преимуществом. Ты слышишь, как это он говорит? Хорошо. Я смотрю на него. А как же ты думаешь, к нам отнесутся в городе без хозяина? Да, продавать самим себя или приют. Слушайте, я так и... просто кричит в колонии. Я думаю, нам придется его немного потерпеть. Но если нас убьют там... Вас не убьют. До тех пор, до тех пор, пока я вас не продам, вас никто не убьет. Я обещаю. Что-то в неглимоте. Я так хочу... Понимая, что раз уж нас таки продают, я так подозреваю, что этот человек просто так нас не отпустит по доброй воле, поэтому она просто хочет замедлиться и просто, возможно, идти либо рядом с ним, либо там, где он, условно говоря, позволит ей идти. И она хочет узнать, куда обычно продают рабов, может ли он как-то повлиять на продажу и договориться, возможно, может, есть какое-то место, где не так уж и плохо быть рабом и, может быть... Ну, я не знаю. То есть... ты хочешь спросить, ты куда продают рабов? Я хочу узнать, куда обычно продают рабов и может ли то, что я, Баарт, умею обращаться со скеметарами и устраивать шоу, помочь мне, в общем... Устроиться на работу. Устроиться на работу. Между делом, вы ходите из шторма и уже на горизонте начинает подниматься пыль от лагеря, который разбит. Видно, что это переносные огромные палатки из разных шкур, которые сделаны. Это не постоянные, это, знаешь, как кантри фэр, которые иногда собирают для того, чтобы продавать тут рабов. Это рынок как бы под стенами форта самого, да, я так понимаю? Недалеко от форта. Форт отсюда в день ходьбы, да? Я подхожу к Спару. Говорю, ты хорошо практиковался. Я ему так, типа, наручниками кругом я показываю. 19 на ловкость трог. Я могу делать так? Сделай это с преимуществом даже. Потому что ты трегировался. 19 на ловкость трог. Ты без проблем открываешь одну из них и закрываешь. Хорошо. Ну, я закрываю так этот самый. Ну, я именно так, чтобы он мне показал, что он сможет нас быстро. Ты слышишь это очень хорошо. Как он щелк, значит, щелканье. Да, да, да. Ты, знаешь, не первый раз в этой пустыне. Ты не первый раз видишь рабов и не первый раз их продаешь. Хорошо. Тем временем. Тем временем ты можешь спрашивать. Ты не меня спрашивай, а его спрашивай. Да, то есть я... Да, если этап замедляет шаг, чтобы поравняться со мной, то я не буду сопротивляться, ну, как бы мешать этому. Мешать этому. Так вот, если я могу устраивать всякие представления, может быть, я не знаю, возможно, не самое лучшее сравнение, но, может быть, я как какая-то диковинная обезьянка могу сойти в какие-нибудь в меру хорошие руки. Я медленно, я иду просто следом за группой, не спеша, некоторое время медлю с ответом, молчу, всматриваюсь в рынок, говорю, тебя цветок пустыни можно продать в горе. Может быть, если я буду выступать, ты сможешь больше денег получить на регулярной основе, чем если один раз продашь меня, как... Вы обуза посмотрительности. Я понял, когда она отходит, я подхожу к ней и говорю, ты собираешься в рабство или как? Тем временем, пока, пока. Я, 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 мы можем это оставить. Я, 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 я шиплю на татке. В отличие от некоторых, я хотя бы делаю вид, что сыграешь в рабство. А его надо настолько продать, все остальное его не готовят. Ты это все слышишь? Они реально... Тебе кажется, что эти из запада люди, они чуть-чуть, типа, или шерохнуло. В какой-то момент я останавливаюсь просто.